Одним из символов королевского города удалось стать зданию, которому всего 38 лет. Коллектив же областного драматического театра был сформирован в октябре 1947 года. Первоначально спектакли ставили в помещении современного театра кукол. Ровно 75 лет назад на подмостке вышли первые актеры, а уже сейчас количество сыгранных постановок перевалило сотни. Очень, очень люблю свой коллектив. Поздравляю от всей души, от всего сердца наш коллектив, нашего театра 75-летия. Процветание, овации, аплодисментов, полных залов и классных спектаклей. Субтитры создавал DimaTorzok За новые спектакли отвечает режиссер театра Сергей Яскевич. С артистами Гродненского драматического театра он работает с 2020 года, а театральным искусством занимается 10 лет. О планах на новый сезон он рассказал нашей съемочной группе. Продолжим работать над новыми премьерами и над восстановлением спектакля. Будем продолжать показывать наши недавние премьеры. Это, к примеру, спектакль «Трибунал» по пьесе нашего соотечественника Андрея Макоенко. Спектакль для детей «Все мыши любят сыр». Сейчас готовится, скоро будет премьера восстановленного спектакля по Михаилу Задорнову «Мужчина и женщины». И весной еще будет нас ожидать новая премьера. Это спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Арбузова. Трупа Гродненского театра никогда не боялась экспериментировать. От зарубежной до белорусской и русской классики, от мюзикла до драмы. Сцена театра видела немало спектаклей. На торжественном концерте артисты показали отрывки самого первого спектакля по пьесе Александра Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Его премьера состоялась 20 октября 1947 года. Я тебя люблю, люблю и хочу доказать. Доказывать? Миленький мой, хороший кей! Ну так бы вот и съел от тебя! Только ты не подвигайся, а сиди смирно. В таких ваших словах смирно сидеть невозможно! Нет, нет, отодвинься. Ну вот. Как бы я расцеловала тебя, мой миленький! Кто же вам мешает? Сделайте ваше одолжение! Нет, этого нельзя! Ну вот. Вот я и доказала. Только на словах. Ну, конечно, на словах, а как же еще? Ну, а теперь ты мне такие же слова говори. Нет уж, я другие. Ну, какие хочешь, только хорошие, приятные. Я их глаза зажму и... Уж не знаю, приятны ли они будут. Только от всей души. Ну, говори, говори, я дожидаюсь. Не только любви, но никакого чувства настоящего и никакой жалости в вас нет! Почетными гостями юбилейного вечера стали ветераны труда. Несмотря на то, что многие из них уже на заслуженном отдыхе, они не перестают интересоваться жизнью театра и посещать новые спектакли. Я хочу передать всем привет, всем поздравления, всем, кто работает, кто уже отдыхает. Всего-всего хорошего. Не забывайте театр, любите его. За всю историю сменилось не одно поколение актеров, режиссеров, служб театра. Были и те, кто опосвятил ему всю свою жизнь. К многочисленным поздравлениям присоединились и те, чей ежедневный труд также связан с творчеством. То, что сегодня наш Гродненский драматический театр празднует свой юбилей, это, безусловно, очень важное событие для нашего региона, потому что сегодня драм-театр – это визитная карточка, это статус, это стиль, это уровень, на который хочется равняться всем. И те вершины, которые сегодня есть у нашего драматического театра, наверное, как ничто, подчеркивает лучше то количество гостей, которое сегодня у нас здесь собралось. Нам приятно быть причастным к этому событию. Я как директор Гродненского музыкального колледжа хочу сказать, что наши учащиеся всегда с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях драматического театра. В зале собрались настоящие ценители театрального искусства. Сегодня пришли на замечательный праздник, на юбилей нашего драматического театра. У него сегодня замечательная дата – это 75 лет. Я искренне поздравляю всех, кто причастен к этому празднику. И надеемся, что сегодня у нас будет очень много позитивных, ярких и самых лучших, незабываемых эмоций. Если вам плохо, идите в театр. Если вам хорошо, идите в театр. Талантливые актеры, неподражаемые режиссеры, танцоры и музыканты – тот фундамент, на котором театр продолжает развиваться и самосовершенствоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова